К вам приедут такие коллективы. Значит, приедет сербский ансамбль. Его название этого ансамбля – «Эйот». В переводе, когда я спрашивал ребят, что обозначает «Эйот», они сказали, что это маленький остров посреди большого озера. Так они представляют в этом мире себя и свою страну, как маленький остров посреди огромного озера. Когда я их впервые услышал, я был поражен непохожести их на все, что я до сих пор представлял на джазовых фестивалях. Дело в том, что у них такая очень специфическая музыка, я ее про себя обозвал, это «Космическое пространство ночного города». Вот такое очень специфическое, иногда мрачноватое, но необычайно привлекательное, с привкусом одиночества и при этом очень урбанистично. Знаете, я когда услышал, как они работают, этих ребят надо показывать обязательно на большой концертной сцене, причем они очень скромные, молодые ребята, при этом у них уже очень-очень приличная европейская известность. Много приглашений, много фестивалей, хорошие фестивали, хорошего ранга, так что эти ребята быстро движутся вперед. Я очень хочу их видеть здесь, чтобы они показали то, что они умеют делать. Дальше пойдут такие бесспорные лидеры российского джазового инструментала. Этот фестиваль у меня как бы в этом плане посвящен частично саксофону, потому что будет три саксофониста, три таких лидера, причем страшно не похожих друг на друга. Будут братья Бриль. Тут, что тут говорить, это знаменитые ребята, братья-близнецы, сыновья Игоря Михайловича Бриля, то есть это уже династия просто, приедет младший Овет в династии. У меня с ними очень много совместных проектов, ребята потрясающе играют, современный жесткий хардбоб, очень эффектно это делают, и я с ними, причем невероятно техничный, и я с огромным удовольствием с ними выступаю. Совершенно не похожий на них будет Антон Румянцев. Это также лидер, но совершенно иного плана. С одной стороны он более мелодичен, иногда более лиричен, и он привезет программу, основанную на музыке нирваны, но переработанную, собственно его программа так и называется нирвана в джазе. Пока что те разы, что я видел, как встречают эту программу, обычно овациями. И я когда увидел, насколько эффектно это выглядит, и как это хорошо сделано, я немедленно попросил Антона принять участие в этом фестивале. И приедет еще одна молодая певица, которую я пока в Омске не показывал, также с очень знаменитой фамилией. Она дочь знаменитого когда-то режиссера, который теперь частично является продюсером собственной дочери. Она дочь Юрия Шерлинга, знаменитого когда-то режиссера. Если вы помните, был такой спектакль «Черная уздечка для белой лошади». Очень был знаменитый в свое время. И оказалось так же, что Юрий Шерлинг не только знаменитый режиссер, но еще и композитор, имеющий серьезнейшие произведения, скажем, концерты для фортепиано с оркестром, исполняющиеся в разных странах. Это для меня было открытием. И у него двое очень талантливых детей. Вот дочку я сейчас привезу, а на его сына саксофониста, я так пока держу глаз на нем, так что возможно, что он приедет отдельно когда-нибудь, чуть-чуть попозже, потому что сейчас ему лет 14 примерно, еще пока рановато. А с дочкой мы приедем с очень специфической программой. Шура Шерлинг частично джазовая, а частично попсовая певица. И вот это такое соединение, как бы это назвать, либо попсового джаза, либо приджазированной попсы. В общем, мы с ней сделали такую странноватую программу, которую уже два раза играли с огромным, честно говоря, успехом. Мы сделали с ней программу, которая называется «Хиты 80-х». Мы переработали известнейшие мелодии 80-х годов, сделали их современными и представили их в том виде, в котором они как бы непривычны для вас. Вот с такой программой «Хиты 80-х» мы приедем. При этом у нас будет ритм-секция одна. Она у нас будет везде, такая героическая ритм-секция. Она у нас покажет себя в самых разных планах. С Бриллями, с Нирваной, с Шурой Шерлинг. И, конечно, я завершу фестиваль, как всегда, на сцене Джемсейшн. Первый день у нас, насколько я помню, будут сербы и братья Бриль. А второй день будет Антоша Румянцев и мы с Шурой.